Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение игры под названием Inspire One. В этом комбинете мы нашли ключ-карту второго уровня доступа. Так, вот кто изобрел ту самую красную кнопку. И теперь мы можем попасть в дата-центр, в который находится... Так, там опять переговоры. Высокая тревога, я просто здесь стоял. Слушайте, а меня кто-то заметил. Откуда он взялся вообще здесь? Они просыпаются? Да, похоже, они просыпаются. Все-таки транквилизатор не действует до конца миссии, не действует бесконечно. Так, и... Тем временем у нас все меньше и меньше патронов. Так, ладно, в таком случае надо поспешить. Видите, они снова меня начинают искать из-за того, что они проснулись и врубили тревогу, сообщили всем по рации, что я здесь ползаю, лазаю. Но с другой стороны... Так, слушайте, я совсем забыл про эту турель. Хотя, можно вроде как пробежать, да? Нам же наверх. Да, ладно, давайте пробежим просто. Классный турель, конечно, максимальный уровень защиты. Невероятно. Так, ну что ж, а мы все ближе и ближе к дата-центру. Или это шорткат? Столберинт какой-то. Да, по-моему, мы здесь уже были. Да и расположение камеры у них невероятное. Камеры просто смотрят вниз. Обычно камеры направлены куда-то вперед. Но не в случае этой охранной системы. Так что я не удивлен, что один агент, робот проник в их здание, разносит здесь все направо и налево. Так, ну что ж, здесь уже имеются господа. Но, похоже, через них им нужно будет пробираться. Можем как-то по остылсу залезть наверх, скорее всего. Могли бы ликвизировать их по одному. Нейтрализовывать. Да, но проблема в том, что они меня ищут. Хотя, кажется, они перестали... Нет, не перестали. Продолжают меня искать. Нужно, чтобы тревогу отменили. Чтобы они подрасслабились немного. Хотя, их здесь всего двое. Наверх никак не залезть, наверное. Надо нападать. Других вариантов я здесь не вижу. Вот они сейчас отвернулись. Я быстренько перемещаюсь. Так, я в шлем попал или нет? Оружие он вроде как... Да, я действительно в шлем попал. Но он решил сдаться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Говнюк. Навскидку стал стрелять и даже попал на удивление. Так, ладно, подлатаемся. Неожиданно он начал сдаваться. Обычно. Братан, ты в порядке? Живи! Искусственное дыхание. Я передам твоей семье, что ты сражался до конца. Хотя, возможно, ты сам застрелился. Честно говоря. Но вроде как он был мертв. К тому моменту, как я сюда пришел. Надеюсь, это не из-за меня. Четыре патрона у транквилизатора осталось. Всего лишь. Так что уходить мы отсюда будем, скорее всего, шумно. Ну или использовать мощный удар кулаком. Раньше у нас кулак выручал. Так, здесь вообще абсолютно никого нет. Кресло перевернул. Кот красный. Есть кто-нибудь? Туннель номер один. Так, я вижу здесь пару лазеров. Ладно, давайте просто пройдем. Наверное, даже отключать не будем. Я уверен, что в этом смысл есть. Хотя, с другой стороны. Так, там тоже лазер. Там тоже что-то есть. Но лазера здесь нет. Пока энергия восстановится. Снова замечательное расположение у туреля. Так, вот это, возможно, пистолетные патроны. Да. Нормально. Теперь 10 патронов у транквилизатора. И, по-моему, еще один магазин даже остался. Да. Так, ладно, двигаемся дальше. Здесь пока тревогу не подняли. Еще один ящик с роботом. Я так понимаю, я здесь просто респиться могу. У нас же есть возможность взять под контроль любого робота, активировав его. Так, это он далеке. Господин стоит. И не поворачивается спиной. Придется идти. Крадемся. Незаметно. Как мышь. Так, стоит ли его подозвать сюда? На самом деле, мне кажется, не стоит. Так, нам, скорее всего, туда. Нет, нам не туда, нам вниз. Подождем его здесь. Вроде без шлема был. Или в шлеме. Издарека казалось, что у него даже шлема нет. Но, да, нас предупредили, что эти ребята бронированные. Так, слушайте, у них норбовики, которые застревают, к сожалению. Мне кажется, можно взять. Дробовичок. Я слышу, как они негодуют. Ведут переговоры. Так, нам сюда? Видишь, что да. По-моему, мне удалось нормально пройти и остаться практически незамеченным. Да, они меня замыщут. Так, нам что-то нужно разбить. Вот мы и в дата-центр попали. Вы-то слушайте. Я так и не воспользуюсь дробовиком. Может быть... Может быть, самое время сейчас воспользоваться? Как вы думаете? Давайте. Даже если нас убьют, хотя бы мы немного повеселимся. Так, вот эти компьютеры. Да, нам просто их нужно разбить. Еще один внизу остался. Даже двое или трое, четверо, пятеро. Да, их, похоже, там много патронов на всех. Возможно, и хватит. Всего здесь на этом этаже только один угол был. Спускаемся вниз. Здесь придется вскарабкаться. Чего-то я смотрю, они не слишком осведомлены о моем вторжении. Ну, раз мы уже начали, останавливаться поздно. Быстро перебегаем сюда. Пожалуй, отремонтируемся. Мы уже достаточно критические повреждения получили. А вот, кстати, ноутбук. Прикладом, к сожалению, его разбить нельзя. Только руками исключительно. Ну, или выстрелить здесь в него наверняка тоже можно. Не ждал меня. Да, ну мне нравится дробовик, конечно. Все, патроны кончились. А вот, можно зарядить. У меня были еще патроны. Так, ладно, патроны есть. Кружку как сувенир хотел взять. У меня вибрирует геймпад до сих пор. Так, давайте отремонтируемся до конца. Видимо, на каждом этаже по одному ноутбуку. Здесь я больше ничего не вижу. Еще пистолет. Может, с двух пистолетов пострелять? Как вы думаете? Как Макс Фейн вылететь? Правда, не получится это сделать, потому что мне, скорее всего, по лестнице все-таки подниматься перед... А, или нет, вот здесь можно пройти. Наверное. Да, скорее всего, это обходной путь как раз. Добрый день. Патроны я должен взять. Так, здесь у нас лазер. Е-мое. Да, ну это весело. Правда, турели выстрелами отключить нельзя. Их здесь две вообще. Так, ладно, давайте проверим, есть тут кто-нибудь еще? Нет, похоже, можно спокойно подлечиться, выключить турели, разбить еще один ноутбук. Вот это, я понимаю, настоящий стелкс. Так, вырубаем одну турель, чтобы они нам не мешались. Скорее всего, здесь нам придется еще бегать. Если придет какое-то подкрепление. Так, пистолеты я выкинул, они мне больше не пригодятся. Ноутбука я здесь не вижу. Зато вижу кучу лазеров. Так, ладно, давайте просто вот так пройдем. На картах. В конце концов, можно было просто обойти. Так, мне надо активировать ящик. С другой моделью. Да, видимо, покинуть это место я не мог никак. У них есть инвиз? Где ты, мужик? Я вроде их обезвредил. Да, у них, оказывается, теперь инвиз еще появился. Ладно, здесь, похоже, лучше по стелсу. Где он? Вот это затрудняет наше продвижение. Так, ладно, двигаемся дальше. Жалко у меня инвиза подобного нет. Так, ну в итоге мы вернулись назад. Блин, он в шлеме. Давайте попытаемся просто мимо пройти, наверное. Аккуратно спуститься. Возможно, мы потом на него наткнемся. Скорее всего, так и будет. Но сейчас мы просто пройдем мимо. План такой. Я, как всегда, сформировал план. Так, вот, например, это так и было задумано. Выбегаем. Я только что ударил кулаком по железной, по металлической стойке микрофонной. Это было очень больно. Как по шлему. Жахнул. Так, еще один. Снизу где-то. Давайте его встретим. Получилось шумно. Патроны. Блага они у нас есть. Сколько же их тут. Они даже в очередь становятся. Так, ладно, давайте пару ящиков на всякий случай активируем. Еще один говноед. Они, возможно, нам пригодятся. Так, лифт заблокированный. Нам нужно взять ключ в офисе директора. Понятия не имею, где находится сам офис. Но где-то наверху мы можем, кстати, вот здесь подняться. Да, наверное, это и есть путь к офису. Надеюсь. Так, вот видите, офис. Где-то внизу или нет, я сейчас обратно спущусь. Возможно, да, я обратно просто спускаюсь. Так, ну ладно, здесь у нас все безбрежные. Просто бежим. Бежим в офис, а затем активируем лифт. Так, там кто-то есть. Но они все наверху. Так, что-то здесь. Какие-то жесткие диски. Что ты сказал? Что посмотреть? И гномы, кстати. Слушайте, я бы одного взял. Видимо, сюда что-то вставить, что ли, нужно. Или взломать систему. Здесь тоже чего-то не хватает. Жесткие диски я труб не могу. Кажется, у нас проблемы возникли. Так, нам, похоже, просто нужно продержаться здесь какое-то время. Хотел под этот стул залезть. Надо было залезть куда-нибудь наверх, и мы с легкостью могли продержаться. Но я не уверен, что мы из этой зоны должны уходить. Второй прямо где-то здесь. Второй пока заходить не особо. сверкает желанием. Ладно, давайте просто высунем все расстреляем их. Или нет? Мне кажется, лучше стоять здесь в безопасности. И поджидать врагов. Сколько там осталось? 45 секунд всего лишь нужно продержаться. Если я правильно понимаю. И мне ничего делать, никаких дополнительных манипуляций не нужно. Давайте! Подходите! Так, это было больно. Пожалуй, быстро отремонтируемся. 23 патрона. На самом деле, один, похоже, остался. Я думал, здесь будут какие-то волны безумные. Здесь всего лишь один, и все. Они закончились, кажется. Больше я никого не вижу, да? Так, все. Дверь мы разблокировали. Блин, жалко гномов здесь. С собой нельзя. Он такой прикольный. Теперь наверх опять залезаем. Ладно, здесь патроны можно пособирать. Наверное, мы так и сделаем. Так, здесь у нас небольшой патруль. Нам не обязательно его уничтожать. Так, ну что ж. Вот и офис. Прижал немного директора. Кулак болит, но я должен это сделать. Да, я вроде подальше встал от стойки. Так, ладно, мы приближаемся к офису директора. Так, как бы мне... Вот эта вот турель, кстати, неплохо стоит. Но я могу вот здесь вот перепрыгнуть. Или вот здесь вот. Ладно, тогда просто подбежать впритык. Тоже результативное действие. Так, немного патронов. Видимо, в конце от нас ожидает кабинет директора. Генеральный директор. Офис генерального директора. Да, вон там опять какая-то запись. Твою мать. Не похож, кстати, офис. Так, ладно, берем дробовик. Замечательная защита. Сейчас я ее хитрым способом обойду. Это нам больше не понадобится. Или я все-таки спалился? Ну, там явно какие-то переговоры о проникновении в офис директора. Сейчас мы встретим, как полагается, одного господина. Кажется, он исчез, да? Я не знаю, где они. Мне пришлось воспользоваться другим роботом. Прости, что потерял тебя. Такая нелепая смерть. Он застрял в столе. Так, теперь, насколько я понимаю, мы спускаемся к лифту. Господа. Кого-то ждете? Похоже на то. Добью кулаками. Я слишком быстро. Он даже не понял, что произошло. Так, патрон. А, в этом дробовике уже есть патроны. Ладно, меняем. Меняем дробовик. Ключ, оказывается, все это время был в дробовике. Поэтому он под такой защитой. Так, ладно, давайте тогда этот дробовик и оставим. Только перезарядим его. Теперь у меня пистолет с глушителем. Даже два пистолета. Ну, видимо, огромное количество ловушек. Да, и взрывчаток. Поэтому лифта остановили. Мне придется лезть вручную туда самостоятельно. Забираться. Ладно, господа, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.